итак приветствую вас мои дорогие подписчики те кто случайно нашел мое видео в ю тубе в этом видео я хочу вам рассказать немножко про губную гармошку мне иногда пишут что значит купили губную гармошку и начинает думать с чего же начать с чего начать играть как как на ней обучаться я в свое время тоже когда-то купил губную гармошку меня тоже привлек этот инструмент тем что он довольно таки небольшой можно играть на нем везде где угодно вот то есть иногда просто бывают жизни такие моменты что приходится например уезжать куда-то вот и нет возможности поиграть на своем любимом инструменте например на гитаре либо на каком-то другом и чтобы свою музыкальную потребность чтобы ее так сказать насытить чтобы хочется же как сказать музыкой заняться все равно где-то вот я подумал что очень удобно будет приобрести такой инструмент губная гармошка очень удобно будет научиться ним играть таким образом можно можно сказать свою потребность поиграть музыку исполнять музыку вот таким образом можно будет удовлетворить свою такую потребность вот и я подумал что губная гармошка для этого подойдет как раз больше всего она она во первых недорогая во вторых ее можно взять куда угодно играть на ней где угодно вот и ну практически можно так сказать когда угодно вот и научиться на ней довольно-таки не сложно, на самом деле. Это очень легко на ней играть. Достаточно просто знать кое-какие моменты, ну и, естественно, тренироваться периодически. Итак, хочу сразу вам сказать, что губная гармошка существует различных строев. То есть губная гармошка имеет свой определенный строй. Она может быть, например, называться вот эта гармошка, которую я купил в свое время лет, может быть, 10 назад, я вот сейчас точно не помню. Она у меня в ле-мажоре. На ней такая была наклеечка небольшая. Была написана английская буква, ну, русская буква А, грубо говоря. Я не знаю, как правильно называется английская буква А. В общем, это означало то, что эта гармошка звучит в ле-мажоре. То есть если сыграть на гитаре, этот аккорд будет называться А, то есть ле-мажор. То есть эта гармошка здесь, если не играть одно отверстие, а сыграть несколько отверстий будет звучать аккорд ле-мажор. Итак, у каждой гармошки... Бывают, конечно, гармошки, на которых написана не буква А, например, русская, а буква С русская, то есть С английская. Это будет означать то, что гармошка в до-мажоре будет звучать. Ну и так далее. Они могут быть в ми-мажоре, в разных тональностях абсолютно. Соответственно, они могут быть разной цены, разный материал. Может быть, вот здесь у меня пластмасса, здесь металл, например. Бывает, что здесь дерево металл, бывает, что здесь там... Ну, даже, по-моему, тоже металлические. Вот здесь и сверху металлические. Разновидностей их полно, естественно, всяких. Вот, ну, вот этот классический вариант, когда 10 отверстий, здесь у нас пластик, сверху металл. Вот. Таким образом, вот эта обычная гармошка. Вот, ну, естественно, 10 отверстий. Вот. Вы можете взять в любой тональности гармошку. Ну, вообще, универсальная тональность, я думаю, все-таки считается до мажор. То есть, это когда вот здесь вот сбоку на ребре, на торце, точнее, гармошки нарисована буква «С» русская, то есть буква «С» английская. Она более подойдет. Я вот просто смотрел, что чаще всего играет вот именно на гармошке со строем до мажор, со строем «С». Ну, когда я покупал, была именно такая. Ну, вообще, с такой гармошкой мне вот удобнее на гитаре играть, например, одновременно. Итак, значит, губная гармошка имеет 10 отверстий, насчет тональности мы с вами выяснили. Просто разницы особой не будет, просто будет звучать, та мелодия, которую вы будете играть, например, на гармошке одного строя, будет звучать именно в этом струе. Если вы то же самое все сыграете, те же самые отверстия, на другой гармошке просто поменяется тональность. Вот, больше ничего. То есть, поэтому особой разницы нет, на какую учиться вообще никакой разницы нет. Ну, в плане тональности. Итак, ну, что же касается самой губной гармошки, возвращаемся к тому, что на ней 10 отверстий. И в каждом из этих отверстий существует у нас две ноты. То есть, если мы дунем от себя, выдохнем в это одно отверстие, прозвучит одна нота. Когда мы вдохнем в это отверстие, прозвучит совершенно другая нота. Таким образом, мы с вами поняли, что в каждом отверстии губной гармошки существует две ноты в зависимости от того, куда мы будем дуть. Либо в себя, либо от себя. Вот таким вот образом. У нас получается, значит, 10 отверстий. Вот. Плюс, если мы дунем в каждое отверстие по два раза, получается 20 нот. Вот. Ну, есть еще один такой моментик, что здесь некоторые ноты на гармошке повторяются. То есть, звучат абсолютно одинаковые ноты. Вот. Я сейчас не помню, в каком именно отверстии. В следующих видео, возможно, я вам скажу какие-то ноты, как они повторяются. Вот. То есть, помимо того, что здесь 20 нот, на самом деле их не 20, их поменьше, потому что какие-то из этих нот повторяются. То есть, они абсолютно одинаковые. Возможно, ну, просто, к примеру, например, там, в одном отверстии мы эту ноту дунули от себя, то есть, выдохнули, а в другом мы вдохнем, и будет звучать точно такая же нота. Итак, мы с вами выяснили, именно таким образом играют на губной гармошке. То есть, в одно из отверстий мы дуем либо от себя, либо в себя. Вот. Ну, естественно, на губной гармошке сделать, то есть, такой звук, значит, в одно отверстие дунуть либо в себя, либо от себя, это гораздо сложнее, чем если мы будем дуть сразу в несколько. Вот. Не контролируя при этом, значит, сам момент, когда мы будем извлекать звук. Вот, например, если мы так дунем, видите, прозвучит сразу несколько звуков. То есть, а нам нужно, вот первое, что вот мы купили гармошку, ну, мы выяснили с вами, в каком она строит, нам нужно самое главное, вот я всегда это, я и сам для себя это решил, самое главное научиться дуть в одно отверстие. Вот. При этом не задевая остальные, значит, близ прилегающие. Это ваше будет первое упражнение. Вот. Ну, и вообще, его играть можно как гамму. Вот. Играют на инструментах на каких-то. Вы можете начинать с первого. Вы сами слухом будете контролировать. Звучит у вас одно отверстие, либо вы задели соседнее, и у вас звучит не одно. И вам нужно, естественно, стремиться к тому, чтобы у вас звучало только одно отверстие. Начинаем с самого первого. Дуем от себя. Губную гармошку мы берем правой рукой. Вот таким вот образом. Сверху у нас будет указательный палец. Вот. Можно даже сказать, что она у нас ложится между двух пальцев. Это большой палец в правой руке. То есть, вот сюда сверху большого пальца. Между большим пальцем и указательным пальцем в правой руке. Вот. Указательный палец у нас будет сверху. Большой снизу. Ну, не вот прям до упора между ними, а где-то вот на таком расстоянии. Итак, мы взяли с вами губную гармошку и пытаемся, значит, извлечь одну ноту с самого первого отверстия. Мы дуем в это одно отверстие. Вот у нас получилось, что мы сыграем только одну ноту. Что нам нужно будет сделать дальше? Мы дунули, значит, от себя теперь нам нужно... То есть, мы выдохнули. Теперь нам нужно будет вдохнуть в это уже... В это первое отверстие в себя. Вот. И тоже не задеть при этом близлежащее отверстие. То есть, сыграть одну ноту в себя. Ну, вот это получилось. Это не очень сложно. Далее будет немножко сложнее, потому что мы... У нас уже будет возможность того, что мы заденем не одно отверстие, а уже два. Вот справа и слева. То есть, мы переходим ко второму отверстию. Вот к этому. И делаем то же самое. То есть, сначала мы в это отверстие выдыхаем, потом вдыхаем. Итак, пробуем. Ну, вот чтобы нащупать второе отверстие, я иногда вот играю вот первое, чтобы вспомнить. И уже на слух я пойму, что это первое звучит, а вот то, следующее, это будет второе. Вот это первое, которое мы уже играли. Далее второе. Да, вот оно. Я его запомнил. Ну, теперь я буду знать, уже слухом контролировать, что когда я сыграю это отверстие, я уже знаю, что это второе. Вот оно. Вот. То есть, здесь нужно немножко будет трубочкой как бы сложить губы, вот, чтобы у нас отверстие в губах, оно было не широкое, чтобы воздух, который мы выдуваем, не распространялся сразу на два отверстия в губной гармошке. Для этого мы немножечко, может, даже напрягаем губы и пытаемся весь воздух, который у нас выходит изо рта, сконцентрировать именно на втором отверстии, чтобы он проходил только туда и не задевал соседние отверстия. Итак, еще разок пытаемся сыграть, значит, вторую ноту, то есть, дунуть во второе отверстие в губной гармошке. Ну, вот у меня получилось. Теперь я попробую сыграть тоже второе отверстие только в себя, то есть, вдохнуть. Вот, видите, я один раз уже ошибся, то есть, задел соседнее. Вот, именно этого нужно избегать. И еще один момент, когда мы вдыхаем, например, воздух, вот, то можно помогать носом, для того, чтобы, вот, если я не буду носом помогать, видите, немножко может меняться высота. Для того, чтобы облегчить, то есть, мы вдыхаем ртом и одновременно можем даже через нос еще воздух взять, чтобы было легче играть. Таким вот образом у нас получится второе отверстие. Ну, и дальше, естественно, нужно будет сделать абсолютно то же самое с каждым из этих отверстий. Вот это будет ваше самое первое упражнение, самый первый момент, то есть, это будет ваше, как тебя зовут? Меня зовут, там, например, Александр, а тебя как зовут? А меня зовут губная гармошка. То есть, это будет знакомство вас и губной гармошки. Самый первый шаг. Когда у вас будет получаться, а что должно именно получаться, я вам уже говорил, то, что вы должны уметь извлекать только одну ноту в любом из десяти отверстий, дуя либо от себя, либо в себя. Вот, и при этом не задевая соседние. Вот, когда у вас будет получаться, это абсолютно без всяких, значит, затруднений, вы можете считать, что вы уже, ну, можно сказать, половина того, что, значит, половина вот этого умения играть на губной гармошке вы уже освоили. Потому что, на самом деле, потом вам просто придется чередовать, значит, последовательность этих отверстий, благодаря чему у вас и будет получаться музыка. Вот. А технический момент это именно в том и заключается, что вам нужно попадать в одно из этих отверстий, не задевая другие. Потому что, на самом деле, сыграть аккорд, дунуть просто не думая, как говорится, и особо не следя куда, вот так вот намного легче. Вот. Ну, естественно, так тоже играют, так тоже используется. Значит, это такая техника. Итак, вы сыграете третье, четвертое, пятое, ну, и так далее. И дойдете до десятого. На десятом отверстии немножечко потяжелее, потому что там язычок короткий, и нужно побольше усилий прилагать к тому, чтобы звук получился. Вот. Итак, это самое первое упражнение. То есть, вы научились брать гармошку, научились, как ее держать правой рукой, потом вы научились извлекать звуки, одиночные звуки, себя от себя. Далее вы можете начать с того, что уже пробуете сыграть какую-то мелодию. Мелодии, естественно, миллионы всяких абсолютно. Вот. И абсолютно неважно, какую мелодию, с какой мелодией вы начнете учиться. Вот. То есть, вообще, конечная цель такая, что вам нужно будет научиться самим на губной гармошке подбирать какую-то мелодию. Вот вам понравилась мелодия, и вы начинаете подбирать на губной гармошке. То есть, сами искать ноты, которые нужно одну за другой извлекать. Вот. Я именно таким образом поступаю, когда я слышу какую-то мелодию, потом пытаюсь сыграть ее на губной гармошке. Ну, таким образом и заключается мое обучение. Я могу вам предложить одну простенькую мелодию в конце видео. По-моему, она называется «Каравай-караван». Вот так вот, одиночными нотами и лево-аккордами. И вот таким образом можно еще сыграть. Вот. Итак, для того, чтобы сыграть такую мелодию, вот, ее нужно, естественно, сначала записать, вот, чтобы потом было с чего учить. Есть точно такие же табулатуры, то есть, запись нот, ну, без помощи нот, а вот именно таким отверстием. То есть, мы записываем номера отверстий и записываем, куда мы дуем. Либо в себя, либо от себя. Это записывается стрелочками. Сами отверстия записываются цифрами. Вот. Это есть такая табулатура для губной гармошки. Я хочу вам предложить вот именно эту мелодию. То есть, вы просто можете поставить на паузу и начать потихонечку учить, учить вот именно эту табулатуру. Вот, с чего здесь начать? Вот. Стрелочки означают, которые вверх означают, что мы дуем от себя, которые вниз означают, что мы дуем в себя. Вот. Вот таким вот образом по этой табулатуре вы можете выучить эту мелодию. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. По-моему, так она называется. Вот. То есть, поставив на паузу,